Заседание в Зержинском районном суде по определению меры пресечения бывшему практиканту городской прокуратуры подозреваемому в вымогательстве проходит за закрытыми дверями. Судья и представители обвинения ссылаются на тайну досудебного следствия. Прячется от камеры сам подозреваемый, в отличие от пострадавшей стороны. Депутат городского совета подробно рассказывает, что предлагали вымогатели в обмен на кругленькую сумму. Коммерческое предложение пришло к нему по обычной почте. Обычное письмо, обычный конверт. Когда я его открыл, то там было напечатано, что обращение ко мне короткое, Дмитрий Маринин, ваше дело, написано точный номер дела, в скобочках написана практически точная сумма ущерба, может быть решено. Уголовное дело в отношении Маринина, депутат считает его сфабрикованным, было открыто еще в 2012 году. Его подозревали в бюджетных средств. На данный момент дело не закрыто, говорит Маринин, и готово для передачи в суд. В том числе поэтому, после получения письменных предложений о его закрытии, депутат обратился в прокуратуру и СБУ. В результате оперативных действий вымогатель был взят с поличным при передаче 10 тысяч долларов. Это был 23-летний правоохранитель, который действительно, проходя практику в городской прокуратуре, мог иметь доступ к делам. Однако, как-либо повлиять на принятие процессуальных решений, не мог. А еще пострадавший сомневается, что парень действовал в одиночку. «Этот человек действовал не сам. И у него действительно были, скажем так, его тайные руководители, о которых он говорил при наших встречах, когда проводились оперативные мероприятия». Депутат беспокоится, как бы сами заказчики не остались безнаказанными, свалив всю вину на парня. Пока же ему сообщено о подозрении по статье «Злоупотребление влиянием». Их, как утверждает Марине, на досудебном следствии парень начал менять показания. Оксана Нечапаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.